Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами человек, который воспитывает маленьких чемпионов в одном из самых красивых видов спорта. Это тренер по фигурному катанию Ирина Анатольевна Пахмутова. Здравствуйте! Здравствуйте! Ирина Пахмутова, тренер по фигурному катанию. С 2008 года Ирина Анатольевна занимается воспитанием владивостовских фигуристов. Тренер и юные спортсмены не раз достигали успеха как на приморских соревнованиях, так и на крупных стартах в других регионах России. Про Ирину Анатольевну говорят, что она воплощение идеального детского тренера, поскольку прививает детям любовь к спорту, учит быть добрыми, отзывчивыми, честными и трудолюбивыми. Ирина Анатольевна, прежде чем поговорим о ваших воспитанниках, давайте начнем с чего началась ваша история любви с фигурным катанием. В 5 лет меня мама привела на фигурное катание в целях закаливания, потому что я очень много болела. И целый год я проходила пешком. А вот только через год открылись мои способности по скольжению. Дальше меня заметили старший тренер Иркутской области по фигурному катанию и взял себе в группу. Так сложилась моя спортивная карьера, в дальнейшем профессиональная. А как происходило ваше превращение из спортсменки в будущего тренера? Это тоже не в один день. Вот когда вы только пришли, пошли, закончили вуз. Это начинается все с самого начала. Когда мы уже становимся более старшими, нас подключали тренировать малышей, помогать тренеру. Потому что малышей всегда очень много, они разные, нужно им помочь, дать руку, где-то помочь им подняться. И вот именно тогда мне показалось, что я люблю работать именно с малышами. Когда они такие радостные и счастливые, когда они овладевают какими-то навыками и говорят, у меня получилось, у меня получилось. И ты радуешься так же с ними вместе, как будто ты сама только что научилась делать фонарик назад. Потом, естественно, что в далекие 90-е годы мое учебное образование не пригодилось. И открыли кооператив. Спортивный кооператив. Ну, тогда это было так модно, так называлось. В 90-е годы вообще ничего не сохранилось. Ни одной секции бесплатной. Раньше же бесплатно дети занимались. Как сейчас, например, происходит. Сейчас дети платят за все. А раньше дети, малыши, совсем маленькие, они занимались бесплатно. Потом средний уровень, уже школьники, они занимались платно. А потом, когда уже достигали каких-то высот, ну, после спортивного разряда, после первого спортивного разряда, освобождались от оплаты. Видимо, тогда и выросли такие великие имена, как Роднина и Зайцев, Пахомова и Горшков. Затем мы переехали в этот удивительный город, Владивосток. Сразу скажу, влюбилась не сразу. Приехали, когда были ветра, когда было холодно, не было снега. Для меня зима без снега – это не зима. Но потом постепенно, когда город расцвел для меня, это лето, это великолепная осень, бархатный сезон, когда шум волны, когда люди очень красивые, добрые, такие улыбчивые. Конечно, я влюбилась в этот город. Пришла сюда фигурное катание как такового вида спорта, мне сказали нет. Ну, пришлось открыть фитнес-клубы, потому что о спорту жизнь моя. Но прошло время. Фитнес фитнесом. Вот. Ну, мне позвонили и сказали, что открывается в городе первый каток с искусственным покрытием. Конечно, ну, то, что я обрадовалась, это ничего не сказать. Потому что все 10 лет работы в фитнесе я мечтала только о том, чтобы был лед, было фигурное катание. Я бы пришла бы опять тренировать детей. Потому что тренировать взрослых – это, конечно, благодарно, это замечательно. Но хотелось работать с детьми. И мечта сбылась. Пришла, пригляделась, посмотрела. Ну, все замечательно, лед хороший. Дети тоже замечательные. Вот. Немножко, конечно, дисциплины сначала. Но все-таки это же дети, рожденные именно в 90-е годы. Значит, когда ничего не было. Здесь трудно. Здесь, например, люди не понимали, что такое спорт. Что нужно вкладывать, что нужно обязательно работать в режиме. Работать в треугольнике, чтобы именно смотреть в одну сторону. Но когда смотрят спортсмен, тренер и родители в одну сторону, тогда все получается. Может быть, не все получается, но получается легче. Люди, которые, может быть, не очень наслышаны о приморском развитии фигурного катания, могут подумать, что у нас это существует, ну, грубо говоря, на уровне физкультуры. Но ведь это далеко не так. Ведь ваши молодые спортсмены очень хорошо себя показывают на соревнованиях. Если говорить об успехах тех, которые действительно значимы за время вашей работы в фигурном катании в Приморье, то что тут можно назвать? Хабаровск. Это первая наша была вершина, которую мы покорили. Дальше мы поехали в Санкт-Петербург. Есть такое великолепное такое содружество, это династия. Ну, замечательно. Во-первых, принимали, потому что Владивосток – это что? Это где? Это вот там Владивосток? Да. В Владивостоке есть фигурное катание. И вот такие возгласы, значит, от судей, от родителей, от тренеров, которые работают в династии, вот они и звучали. Ну, принимали великолепно. Во-первых, весь состав тренерский вышел смотреть на наших детей. Им понравились наши дети. Говорит, вы знаете, говорит, вот у нас все вот так, у нас вот такие программы, у нас, значит, все вот это за этим, это за этим. А вы, говорит, приехали как с ног на голову, с какими-то программами интересными, дети катающиеся, очень интересно, им понравилась хореография, им понравилась музыка. Ну, потому что мы оторваны от мира, мы нигде не слизываем, мы нигде не слизываем. Получилось все очень самобытно, да, в итоге? Да, да. Ну, и у нас, значит, и первое место было, и третье место было, и пятое. В общем, достаточно хорошо. Ну, опять же, это коммерческие были соревнования, а соревнования более высокого ранга были позже. Мы поехали на финал Петра Великого, и также у нас было первое место у мальчиков, было седьмое место. Ну, это смотреть, если смотреть, вот, что весь Питер, там, 45 человек, значит, в группе выступает, если есть седьмое место, это замечательно, это здорово. Раньше, если на нас смотрели вот так вот, как на диковинку, потом к нам привыкли. Вот, и мы хорошие показываем результаты. Мы ездили в Казань в прошлом году, тоже успешно, по первому спортивному у нас та Исея Иманова была вторая, по короткой она была первая, ну, произволки не удержалось. Ну, все равно прекрасные результаты. Ирина Анатольевна, вот профессия детского тренера, она же такая многогранная, и здесь, мне кажется, так сложно найти баланс между, с одной стороны, какой-то строгостью, да, и в то же время пониманием, целеустремленностью и какой-то способностью замотивировать. Вот, как вы определяете свою профессиональную кредо, вот в чем для вас вот этот баланс общения с детьми, воспитания спортивного детей? Вообще, все говорят, что я очень злая. Кто меня не знает? Кто меня знает, говорит все, она очень добрая. Как найти, где, кто, по каким критериям меня оценивает, не знаю, но у меня есть определенное правило. То есть, если я вышла на лед, если я вышла в тренировочный зал, то я строгая. То есть, здесь плохо, делай лучше, повторяй, переделывай. Если я в раздевалке, в быту где-то, потому что мы же часто остаемся, но меня приглашают на дни рождения, мы часто выезжаем куда-то, мы выезжаем всеми семьями, группы, там, сестры. Братья, там, бабушки, дедушки. Конечно, тут я другая. Мне больше нравится играть, раскрывать детей, раскрывать даже их родителей. Что такое семья? То есть, ну, вы знаете, да, родитель пришел, так посуду помыли, уроки сделали, все, значит, ну, пойдем там сказку почитать. А когда родитель вот в той роли, когда, например, ему нужно будет, там, допустим, сыграть в эстафету, победить или что-то придумать вместе с ребенком, вот здесь идет тесный контакт. Я вижу, как контактирует ребенок с родителем. Это замечательно. Вот это самое главное, это очень интересно. Они сами удивляются своим возможностям. И также я присоединяюсь к ним, и мы, в общем-то, интересно существуем не в тренировочное время. И поэтому им кажется, что я добрая. Ну, только мы одели коньки, только мы переступили, тут не жди, поблажек не жди. Поблажек не жди. Я отпускаю, конечно, перед, за неделю перед соревнованиями. Здесь уже ругать бесполезно. Я ему только накаляю, он будет бояться этот элемент. Я отпускаю за неделю. У нас все прекрасно. Здесь немножко подтяни, здесь улыбку, здесь расслабься. Вот такие замечания могу давать за неделю перед соревнованиями. У нас в стране фигурное катание любили всегда. И когда еще был Советский Союз, и в современной России один из самых любимых, наверное, видов спорта. Вот с недавних пор, ну, хотя не с таких уж недавних, стали поддерживать интерес к этому виду спорта. И с помощью ледовых шоу, да, которые гастролируют по стране, и телепроекты крупные запустились. Вот вы в своей работе как-то ощущаете вот этот побочный эффект от попытки популяризации фигурного катания на государственном уровне? Ну, то, что волна детей просто, она просто не волна, она просто захлестывает, эта волна, когда только проходит какое-то шоу. Значит, все родители бегут и активизируются, ведут своих детей, говорят, ну, если, говорит, там, значит, Нюшу научили, Говорят, а что это? Конечно, мы тут все так легко и просто. А второй момент, они же все шоу-то приезжают к нам, и мы выступаем вместе. Одноклассники, Илья Вербуха, мы там выступали, я там в качестве даже учителя танцевала, наши дети выступали. Потом вот сейчас приезжало шоу Елены Бережное. Вот, наши дети выступали, получили высокую оценку зрителей. То есть, если наши зрители хлопают, то это точно, мы хорошо выступили. А если рассматривать фигурное катание именно в аспекте большого спорта? Ведь вы тоже наверняка за ним следите. Вот вы говорили, что когда не тренировали детей, потом вернулись к тренерской работе, обнаружили, что все тенденции, да, и какая-то мода ушла далеко вперед. Вот, а если вот говорить о лице фигурного катания сегодня, что составляет его основу? Вот какое фигурное катание на сегодняшний день актуально? Ну, давайте пройдемся по истории, значит, фигурного катания. Если вспомнить 60-70-е годы, 60-е больше, да, конечно, там был упор на скольжение, на такую плавность. Потому что эту тему задали сами коньки, то есть скольжение. Потом тенденция пошла вверх, гору по элементам. Стали выполняться прыжки, всевозможные подпрыжки. Их стало очень много. К 90-м годам, к 80-м вспомнить очень красивые позиции вращения. И вот сейчас, вот все это, пройдя по истории, вот сейчас в совокупности шикарная техника прыжковых элементов. Но мы же уже дошли до ультра-си, 4 оборота. Потом, опять же, скольжение, техника. Фернандеса посмотреть, любить, боже мой, 4 оборота прыгает, и тут же так скользит. Он так удивительно показывает Чарли Чаплин. Я думаю, что сейчас прямо на пике фигурное катание по сложности, потому что ни одного простого шага, все время какие-то сложные повороты с руками, со всевозможными работой корпуса, опять же, мимика, актерское мастерство, передача именно музыки. Браво всем фигуристам и всем тренерам, потому что они достигли такого высокого уровня. Рассчитываете ли на то, что кто-то из ваших детей впоследствии может стать вашим соратником в тренерской работе? Видите ли вы в ком-то из них потенциал? И хотите ли этого? Конечно, хочу. Конечно, хочу. Я думаю, что тренер фигурного катания, ну, во-первых, это человек должен быть с большой открытой душой. Потому что объять вот это все, вот этот поток детей, счастливых родителей, которые пришли в фигурное катание и которые знают, что их ребенок будет заниматься таким удивительным видом спорта, это нужно, во-первых, много знать, много уметь. И нужно начинать прямо вот с самого начала. У меня сейчас есть две девочки, которые учатся в школе Олимпийского резерва и которые проходят у меня стажировку с малышами. У меня сейчас набор идет малышей от 3,5 до 5 лет, а мы набрали. И вот мы вместе с этими двумя девчушками, моими, вот ставим их на коньки. Это и Елизавета, и Александра. Замечательно они мне помогают. Они уже всех наснимали на свои телефоны. Они уже удивляются их успехами. Они следят за тем, в чем они одеты, как они зашнурованы. Вот они прямо вот... Я смотрю, они, я думаю, что они будут хорошими тренерами, потому что они вот сейчас на этом, на первом этапе, они не боятся какой-то работы. Например, с ними вместе падать, учиться падать. Они показывают, как падать, как вставать. Они отвечают на их вопросы. А вопросы бывают, ой-ой-ой, какие разные. Они добрые и в то же время строгие. Я смотрю, не разрешают баловаться. Ну, прежде всего, дисциплина, это же техника безопасности. Это коньки. Можно добаловаться до того, чтобы перевернуться на голову. А там лед, касок у нас нет. Мы не защищенные, как хоккеисты. Значит, был у нас один момент такой, я про защищенность. И вот, значит, на Новый год нам сказали, говорят, ну, проведите с хоккеистами какие-то эстафеты. Я говорю, ну, давайте договоримся так. Только хоккеисты без оборудования будут. Без касок, без наколенников, без налокотников, без всего. И вот эти хоккеисты, смелые, отважные парни, проиграли девчонкам. Потому что они боялись без защиты быстро кататься. Они, правда, не бесшабашные. Вот иногда видно. Фигурная катания не всех принимает. Детей, которые боятся, это не значит, что они боятся вообще в жизни. Они храбрые. Но боятся, например, вот этого скольжения. Или холода. Или впадения в скольжение. Иногда это проходит, иногда нет. Но это около процентов 3-5. А так, в основном, красивые всеснежные королевы и короли. Хочу последним вопросом поинтересоваться. Знаю, что будете присутствовать на Олимпийских играх в Корее. Расскажите, что планируете смотреть? За кого будете болеть? Ну, очевидно, что за наши игры. Конечно. Смотреть будем всех. Но прежде всего, это произвольная программа мужчин и женщин. И танцевальные пары. Значит, будем болеть за наших. Тяжело нашим пришлось в этом году. Но я думаю, что здесь будет очень много. Я вот знаю, что большие команды собираются именно из Владивостока. Болельщиков. Очень популярное в Корее фигурное катание. Давно раскоплены билеты. Билеты дороговатые. То есть дороже всего. Я посмотрела. И я думаю, что разрешат будем петь гимн. Разрешат пледы с нашей символикой. Пронесем пледы. Мы поможем нашим спортсменам. И будем их поддерживать как только можно. И в свою очередь получите вдохновение для того, чтобы уже здесь, вернувшись, вашим малышам уже об этом рассказывать. Обязательно. Все расскажу. Вообще, я первый раз еду на Олимпиаду. Я была на чемпионате мира. Также была на гран-при. И это большое удовольствие смотреть живьем. Во-первых, это огромная энергетика, которая исходит от спортсмена. Также большая энергетика зала. Когда зал весь болеет за то, чтобы спортсмен сделал элементы. И не только это, допустим, наш, соотечественный. Или какой-то там приезжий спортсмен. За всех. Любого уровня. И вот это вот вдохновение всегда привозишь детям. Спасибо, что заглянули сегодня к нам в гости. Было очень интересно с вами поговорить. И успехов, конечно, вам и вашему спортсмену. Спасибо вам большое. Обязательно передам своим спортсменам, что им пожелали успеха. Будем стараться. Надеюсь. Подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok